За 12 лет для многих пострадавших заветный номер 113 стал паролем, дающим доступ к нормальной полноценной жизни. Бесплатная горячая линия по безопасному выезду, пребыванию за границей и противодействию торговли людьми все это время работал безотказно. Благодаря инициативе, созданной в рамках проекта Международной организации по миграции, уже получили консультацию более 27 тысяч нуждающихся в помощи. И это далеко не предел, уверены непосредственные авторы услуги, члены клуба деловых женщин. Процент обращений с каждым днем увеличивается. В то же время варьируется гендерный показатель жертв. На горячую линию стали обращаться больше мужчин. Раньше вообще процент обращений мужчин был низок. Во-первых. Во-вторых, самыми популярными странами выезда на сегодняшний день для нас является Российская Федерация. И в основном едут мужчины. Большое количество звонков – большой круг проблем, стоящих перед сотрудниками службы. Основные вопросы, интересующие граждан, чаще всего касаются трудоустройства, а это и безопасный выезд за рубеж, информация о предполагаемых работодателях, паспортно-визовый режим. Особенно актуальны стали темы прав детей и жен в международных браках. Новые трудности внесла в работу всех структур, связанных с решением этой проблемы, общедоступность сети интернет. Теперь все чаще заложниками ситуации становятся дети. Торговля людьми – это пагубное явление, которое вызывает тревогу в обществе, и оно включает в себя такие понятия, как сексуальная эксплуатация, трудовая эксплуатация. Это также эксплуатация труда в условиях, приближенных к рабству. Это эксплуатация попрошайничества, правонарушений. Это домашнее рабство. И, конечно же, с течением времени это явление не стоит на месте, оно приобретает новые формы. И так, к сожалению, в современных условиях с расширением пользователей сети интернет, мы уже говорим о других формах торговли людьми, таких как детская порнография, продажа органов. Благодаря работе горячей линии было возвращено на родину порядка 120 человек. Оказана реинтеграционная помощь практически трём сотням граждан. Однако наблюдается ещё одна тенденция. В службу всё чаще стали поступать звонки от иностранных граждан, желающих получить необходимую информацию о нашей стране. В последнее время это представители Украины, которые сегодня на территории Беларуси имеют значительные привилегии. Это позволяет говорить о том, что служба востребована и актуальна, а её деятельность необходима обществу. Указ номер 420 даёт ряд преференций данной уязвимой категории граждан из Луганской и Донецкой областей. То есть освобождает их от многих уплат. Это при регистрации, это при прохождении медицинских осмотров. Также работодатель, который принимает на работу гражданина Украины из Донбасса, не обязан платить за специальное разрешение. Таким образом, он мотивирован к принятию в первую очередь гражданина из Донбасса, чем, скажем, из другой какой-то области Украины.